Несколько слов от Энтони Роббинса. Недавно я начал учиться играть в гольф. До этого никогда не пробовал эту игру. Все играют, а я никогда. Все мои дети играют, а чем я хуже? И вот я стал учиться, и у меня неплохо получалось. У меня был один урок в день, когда со мной занимался инструктор. Я был очень горд собой. Но на следующий день я уже не чувствовал себя таким гордым. Я постоянно отправлял мяч в воду и чувствовал себя неудачником. Еще один мяч, еще один. Мне все равно, неважно какой счет, давайте сделаем это. И в конце концов я настолько разочаровал, что начал думать, ах ты дрядь этот гольф, и я забью бяч. Я сказал это все потому, что у меня ужасный инструктор. Я сказал, мои результаты должны быть стабильными, каким бы дерьмом не был уровень, которого я могу достигнуть. Я знаю, я тренер ВУЦ, но результаты должны быть стабильными. Ты просто повторяешь мне, что это сложно. Разговоры о том, что сложно, не помогают. Скажи мне, что делать. Вообще-то тебе не хватает всего чуть-чуть. Кого ты пытаешься обмануть? Нет-нет, ты всего в одном-двух миллиметрах от цели. Ты шутишь? Нет, посмотри. Я просто еще раз говорил тебе об этом. Когда ты подходишь к мячу вот так, если изменить угол удара всего на один-два миллиметра, в самом начале, это повлияет на дугу полета. Вот так мяч полетит на газон, а всего в одном миллиметре, и ты попадешь в воду. Один миллиметр в другую сторону, и ты попадешь в воду. А еще иногда ты сдеваешь землю на один миллиметр. Твой удар не чист всего из-за одного миллиметра. Какая отличная система убеждений. Когда все рушится и качат к черту, всего из-за твое в один миллиметр. Потому что большинство думает, что это вообще невозможно и сдаются. Правда ведь? Это на самом деле так. А через два дня я поехал на встречу с одним из своих клиентов. Я коуч, а этот человек один из лучших пластических хирургов в мире. У него был сложный период в некоторых областях его жизни. Этот человек, которому султан Борнеа заплатил миллион долларов, чтобы он полетел и провел три операции на лице. Он пластический хирург номер один. Он может любого, кто уродлив, сделать эффектным и красивым. Он показал мне фотографию 84-летней женщины, которую превратил в 40-летнюю. И она выглядела великолепно, без преувеличения. Знаете что? Я ждал в офисе, а там лежала его новая книга, которую он писал, чтобы других хирургов учить. Я листал ее, там были фотографии. Топ-100 женщин, вероятно, самых красивых женских лиц на планете. И мужчин тоже, но я на них не обращал внимания, просто пролистывал, вы понимаете. Я кое-что заметил. Там везде были измерения. И он математически вычислял, что необходимо сделать, чтобы человек выглядел прекрасно, мужчина или женщина. И всегда дело оказывалось в нескольких миллиметрах. Интересный поворот. Например, у женщины расстояние от верхней губы до носа, а вот это небольшое расстояние. И если длина, если вы красивы и прекрасны, то длина равняется размеру глаз. Если расстояние на 1 миллиметр больше, то у вас обычное лицо. Если расстояние на 2 миллиметра больше, то у вас будто задница вместо лица. Да-да, разница между полной задницей и великолепием 2 миллиметра. Он нашел около дюжины таких 1-2 миллиметровых изменений, которые нужно сделать, чтобы человек полностью изменился. Просто невероятно. Так что очень мощная система убеждений, в которую стоит верить. Если ничего не получается, я ошибся на 1 миллиметр. Какую мелочь нужно изменить, которая изменит все? Я двигаюсь в этом направлении, я делаю небольшие отклонения. И вот где-то через час, через день, через неделю, через месяц, это совершенно другой пункт изначения от оригинального направления. Измените все на 1 миллиметр. Я покажу вам. Смотрите. Будьте уверены в себе. Усерьте это ощущение, с чего бы это ни стоило. Сделайте, давайте. Делайте это. Скажите «да». Скажите «да». Почувствуйте это ощущение в своем теле, не отпускайте его, теперь смотрите. Вот как в человеке выглядит уверенность, а вот как неуверенность. Вы заметили? Уверен, не уверен. Постарайтесь найти эту тонкую грань между двумя состояниями. Вы чуть-чуть опускаете грудь и чувствуете упадок. Поднимайте ее обратно. Опустите. Многие ли могут действовать, почувствовать себя лучше? Теперь усильте его и отпустите. Отличие едва заметно, да или нет? Да или нет? А теперь, можете ли вы почувствовать себя великолепно в этом состоянии? Да или нет? Я хочу, чтобы вы позволили себе воспользоваться этой возможностью. И мы воспользуемся очень простым методом. Мы достигнем пикового состояния и будем тренировать себя. Знаете что? Если вы в состоянии уверенности, все вокруг рушится в вашей жизни. Люди чувствуют ваш разнос. Разойдитесь. Я со всем разберусь. Люди думают, ему так повезло, он так уверен. Нет. Вот как я узнал в своей жизни людей, которые добились успеха. Я 17-летний ребенок из Калифорнии. Без какого-либо образования, кроме самообразования. Без особого происхождения. Мои родители сделали, что могли, каждый из них. Без денег. Я сделал одну вещь. Я люблю людей и предъявил себе громадные требования. Укротив свой разум и свои эмоции, чтобы сделать все, что понадобится, чтобы добиться цели и внести свой вклад. Чтобы добиться этого, я использовал свое тело и изменил свой фокус. Я ввел свое физическое состояние на пик формы, используя то, что я называю заклинание. Можете ли вы заставить себя поверить во что-то, да или нет? Конечно. Кто из вас допускал фатальную ошибку, отправившись в Диснейленд? А будучи там, сделал еще одну фатальную ошибку, покатавшись на аттракционе этот маленький мир. Что происходит неделю спустя после того, как выбрались из этого адского места? Вы все еще продолжаете напевать у себя в голове эту песню по 24 языках, правильно? Давайте я вам кое-что покажу. Я бывал в ситуации, когда вы хотите что-то добиться, а внутренний голос говорит вам, а я ничего не получится. Когда внутренний голос прерывает ваше хорошее состояние, скажите я. Вам нужно подготовить новое состояние. Со 18-ти летия я начал практиковать то, что называется заклинание, не просто утверждение. С утверждением вы повторяете «я счастлив», «я счастлив», «я счастлив». В чем проблема? Вы не измените свое что? Своё что? Физиологию. Если вы не измените физиологию, то ничего не получится. С заклинанием вы не просто проговариваете мысль, но и внедряете их в тело вместе с мощью, на которую они способны. И вы повторяете их столько, пока они не застряют в вашей голове. Это как песня «Это маленький мир». Тогда ваш внутренний диалог будет постоянен, а вы получите что хотите. Используйте свое тело и свой голос. Итак, 17 лет, я начал кое-что. Я работал на Джима Рона, оператора, а мне было всего 17. У меня длинные волосы, прыщи по всему телу, ну как овощи из супа. И я должен был достучаться до людей, работающих в крупных компаниях. Убедить их, что подход на Сибидарх Тоди сделает их счастливее. Я водил Volkswagen 68-го года, на который заработал дворником, получая 40 долларов в неделю. Единственный способ, который я использовал, я паковался вдалеке от здания. И заходил с ощущением любви к людям. Я верил, что могу влиять на людей, которые были куда успешнее, чем я в то время. Я делал то, что все продолжаю делать за кулисами. Я занимаюсь этим уже 23 года. Потому что я не надеюсь, что буду в хорошем состоянии. Я требую этого. Я произношу заклинания, использую свое тело. И сейчас приказываю своему подсознанию направлять меня, чтобы помочь как можно большему количеству людей улучшить их жизни. Дай мне стержень, эмоции, убедительность, человечность и краткость, чтобы это не стоило. И чувствую, что могу заставить этих людей изменить свою жизнь. Я делаю именно это за рулем своего Volkswagen по дороге из Лусарджиеса до СССР. В 1040 минут. Люди смотрят на меня. Кричат еще. Я знаю, что он серийный убийца. Я в этом уверен. Но когда я захожу в комнату, если встречаются два человека и между ними связь, тот человек, который более уверен, будет всегда воздействовать на другого. Я был абсолютно уверен. И сейчас мы пытаемся укрепить эту уверенность. Вы согласны с этим? Да или нет? Еще пример. Я был беден и просто изменил свое мироощущение. Я продолжал делать вещи и никогда не переставал. Я говорю, Господи, богатство приходит в мою жизнь. Оно течет ко мне и извергается изобилием. Все мои мечты, желания и цели немедленно сбываются благодаря бесконечному разуму. Я единое целое с Богом. Бог и все вокруг. Я представлял свою жизнь полную изобилия и был так благодарен. А потом вы учитесь зарабатывать вместо 38 тысяч. Биллион долларов в год. Успешные люди делают то, что неудачники делают не ставят. Вы понимаете меня? Когда что-то кажется невозможным, когда ничего не выходит, вы обычно находитесь лишь в нескольких миллиметрах от того, чтобы все получилось. Озвучил Ваня Сенчев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Буду рад видеть вас в моей группе в ВК. Спасибо.